Всем добрый вечер. Я свою работу закончила. Вот именно где работаю. Есть многие, что ты раз узнает. Но перед тем, как начинать мою историю, хотела вам показать, чем занимается муж ее. Вот это перец, который называется Падрон. Это вольта и вольта. Делаешь вот это пим-пам. Он называется пикауно пика. Один может быть острым, один нет. Вот я часто делаю, особенно летом. Очень мне нравится. Я как-нибудь сделаю и вам покажу, как это делается. Вот где она. Так и называется. Пиментаро Падрон. Так он еще тут занимается, смотрите, помидоры. Что там у него был один помидор, где он? Он уже сорвал, съел. Вой, вой, вой. Молодец, мальчик. Аранату помидор. Ай, я зеленый один. Он тут съел. Еще один помидор. Тут был хаяр, где оно? Хаяр, где? А-а-а, он, Павло, похож на пупулик. Вылез. Смотрите, куда он вылез. А, ты внутри был, ты почему вылез? Жарко, жарко, да, понимаю. Еще один хаяр. Заховался. Сейчас бы кивир, а туда по этот хаяр и давай. О, еще это что, кабачки? Ой, конечно, лимон. Сделать джентоник, а туда лимончик. Лед, короче, и то, что надо. Ням-ням-ням. Ну что, мои хорошие, я вам расскажу и пойду домой. Короче, знаете, когда человек хочет делать человеку хорошо, всегда в голове дырка. Это у меня. Или я родилась в голове дыркой, или просто меня жизнь не учит. Но это было, конечно, когда, 4 года назад, но все равно, я вам вот хочу рассказать. И вот этот поступок мужа, да, иногда, когда психую на него, всегда этот поступок вспоминаю. Это не только этот поступок был, еще было. Что он мне говорил. И вот это мне дает, вот, как бы в нем верить, что этот человек, как бы, меня любит, ценит. И, как бы, Валора, как бы, уважает, да, тут ценит. Знаете почему? Потому что, сейчас я вам расскажу. Значит, мы только вот купили квартиру, только обделали, все красиво все сделали. Где-то прошло уже, ну, 4 или года, или 5, не помню. Вот так где-то. Значит, напротив, на первом этаже, вот, с нашего балкона, как смотришь, на первом этаже жила молодая семья. Очень красивая девочка была там, фигурочка. Хотя у нее ребенок был, у нее тело красивое было, и татуаж везде. Очень красивая была, честно. Да, ну, и она там с мужем что-то не ладила. В общем, и с ними жила еще одна женщина. Ну, ей тогда было, ну, наверное, да, моего возраста, вот так скажу, да. Она снимала у них комнату, по-моему. Да, очень тоже симпатичная была немка, наполовину-половину испанка, по-моему. Ну, и она когда с мужем, в общем, поссорилась, и она нашла себе другого парня, смуглого, такого красавца. Ну, вот, они все время гуляли, отдыхали. И один прекрасный день, это была суббота, по-моему, так как жарко, помню, июнь месяц, жарко, так. И слышу крики, скандалы, и ее выгнали. А я так встала, думаю, что там случилось, потому что начали разбиваться стаканы, они ее выгнали, еще из окна начали следей кидать стаканы, и то мне жалко было, думаю, господи, мы их знаем, так, здрасте, здрасте, иногда в баре там сидели, что-то пили, разговаривали. Я говорю, а что случилось? Она говорит, просто, она говорит, что я у нее что-то украла, а другая говорит, она врет, она на мужа моего лезла. И тот говорит, а моей жены не было, она на меня прыгнула и хотела ко мне лезть. Я ее поэтому выгнал. Ну, не знала, что делать, думала, может, они врут, хотят вдвоем жить, поэтому ее хотят выгнать. Ну, уже было 3 часа ночи, я спустилась, начала... Ну, это у них скандал началось в 12, вот это... Я вот это... Мне жалко ее стало, смотрела, она сидела там внизу, плакала. Где-то в 3 часа ночи мне Оскар не разрешал, но я все равно спустилась. Мне Оскар ругал, говорит, не поднимай. Если ты поднимешься, это мой дом, если ты поднимешься, ты с ней останешься внизу. Ну, я ж хотела свою кавказскую, этот, включить, типа, слышишь, ты, ты мне назло... Мне когда говорят, не делай, я делаю. А если мне просят нормально, вот тогда не делаю. А когда он начал по-грубому говорить, что ты не делай, я вот... Хотела назло ему делать. Ну, вот спустилась, я с ней посидела, не знала, что делать. Взяла, короче, назло его и подняла ее к нам. В общем, посидела с ней, покормила ее. Уже 5 утра было, я уже хотела спать. В общем, она ушла 5 утра куда-то. 5 утра куда-то ушла, в общем, воскресенье она утром пришла, я ее покормила, обед. Потом она обратно ушла, и ночью должна была прийти, это самое, спать. Утром обратно уйти. Ну, мы с мужем обиделись друг на друга, и он мне говорит, ее в моем доме не будет. Она не должна спать ни в комнате моей дочери, и ни в зале. Я не знаю, хочешь с ней иди, отель занимай, что хочешь. Она не должна спать. Я ему говорю, почему ты такой жадный, ты такой, ты вечно вот людей этот, ну, не жалеешь. Он говорит, откуда я знаю, кто она такая, может, она что-то украла. Ну, что ты всех жалеешь, ты же ее не знаешь, может, она что-то украдет и у тебя уйдет. Я не хочу, чтобы она дома была. Я говорю, ну, какая разница, и жалко, пока, ну, давай неделю потерпим, пока этот знакомый их найдет ей комнату. А он мне сказал, так, если пока ты дома, она будет с тобой. Пока тебя дома нету, я с ней не остаюсь. Я не хочу. Я говорю, ну, хорошо. Ну, вот так договорились. Ну, уже на третий день я на работе, я работала у детей. Работала, вот, в 8 выходила вечера и где-то в 8.15 заканчивала. Утром, в 8 утра начинала и в 8 вечера, в 8.15 вечера заканчивала. В общем, пока домой приходила, около 9. Ну, и тут она мне где-то в 7 вечера отправляет смс-ку. Ты на работе? Я говорю, да. Точно на работе? Я говорю, да. А во сколько ты придешь? Я ей пишу, в 9. В 9, 9, 10, вот так. Я говорю, ну, когда мы приедем, мы должны с тобой встретиться, поговорить, потому что ты уже должна найти себе комнату, потому что моему мужу это не нравится. Да. Смотрю, мой муж какой-то странный такой, странный, как-то испуганный какой-то. И он мне говорит, Алина, я хочу тебе что-то сказать. Я говорю, что? Ну, только, пожалуйста, не обижайся на меня, я хочу тебе что-то сказать. Я говорю, так говори. Только, пожалуйста, вот поверь мне, и я тебя очень прошу. И я тебя прошу, только поверь мне, и без скандала, и я тебе одну вещь покажу. И он мне говорит, вот она в это время пришла, позвонила в дверь. Типа, открой, я приду, покупай. Я ей сказал, что Алины нету, я один дома, ты не придешь сюда, не покупаешься. Вот подожди, пока Алина придет, ну, с работы, тогда придешь и покупаешься. А мы же ей телефон дали, и я свой дала, и Оскара дала на всякий случай. Ну, и Оскар мне говорит, садись. И он мне показывает эсэмэски. Она, видимо, когда увидела нашу квартиру, подумала, что легко можно, не знаю, взять или что. Да, она же, когда приходила, все время смотрела, это чья квартира, как вы добились. Я ей от сердца говорила, это наша на двоих, так, и так далее. Это мы все вдвоем сделали, вдвоем, все вдвоем. Там эсэмэски написано было. Оскар, привет, какой ты красивый парень. Я так скучаю по тебе. Ты, Алине, ничего не говори, но я, у меня так, моя душа-то. Это я перевожу с испанского на русский. Моя душа так тянет к тебе. Я, когда вижу тебя, у меня это все тело трусит. Я так хочу... Подожди, как она сказала. Позволь мне любить тебя, показать, как я умею любить. А это было уже семь с чем-то, да. И так я уже иду домой, потому что там очень было жарко. Из-за того, что сильно было солнце, камера уже начала мне говорить, что от того, что температура очень сильная, давать до свидания, выключи камеру. В общем, эсэмэски, ну, такие дурные эсэмэски, да. Вот, я тебя люблю, я давным-давно за тобой смотрю и так далее. Ну, конечно же, мой муж смотрел это, но не отвечал. Ну, когда я пришла с работой, уже вечером четвером встретились. Сейчас я вам переверну камеру. Смотрите, как красиво, когда я спускаюсь, вот, саграда фамилия. Я могу пойти, но не хочу, у меня еще и плюс 200 сегодня. Ну, в общем, мы вечером встретились четвером. И тот мужчина, который должен найти ей комнату, попросил, ну, я, муж, он и она встретились. И он говорит, пожалуйста, берите ее на две недели, пока я найду ей комнату. Да. Сидим, пока молчим. Я говорю, не могу. Ну, пожалуйста, Алина, ну, хотя бы на неделю, пока я ей комнату найду. Говорю, так, забери ее к себе. Там у меня мама в тяжелом состоянии. Я говорю, ну, ничего, пускай она за твоей мамой посмотрит. Ну, она и так приходит ко мне, моется, купается. Типа, я говорю, нет, не могу. А почему не можешь? Я говорю, Оскар, покажи смс-ки. Видите, как она закрутилась, она сказала, что это она ему посылала. Она перепутала. И он начал поддерживать. А, так она перепутала от стресса. Это, видимо, она мне хотела. Я говорю, я не поняла, где Хосе и где Оскар. Вы что, издеваетесь? Пусти, я иду купаться. Вы что, издеваетесь? Я говорю, нет. Я не хочу ее в своем доме. Мы встали и ушли. Мы с мужем сидели, разговаривали. Он говорит, видишь, Алину, когда я тебе что-то говорю, ты слушай меня. Я думаю, действительно, он был прав. Он не хотел ее. Еще ночью на меня накричал. Убери ее. Она не должна спать здесь. Она не будет спать. А я еще возмущалась, обиделась на него. До пяти утра еле вытерпела, короче. В общем, вот такие дела. Так что, девочки, мальчики, не делайте грубости. Потому что я еще одну историю знаю. Что тоже подруга спала с мужем подруги. Так что держите, берегите себя, любите себя, цените себя. Я вас всех люблю, всех чмокаю. Всем пока-пока.